Очень интересный вопрос. Я и думал, и переживал над этим. Буквально накануне выступления Пусси Райт я был в храме Христа Спасителя. Приходил просто посетить храм и не мог предположить, что произойдет через день. А в западных церквах, в которых я бываю, там выходят музыканты, играют и поют. Им разрешают это делать, потому что они не обязательно о Боге поют. Я в чешской церкви, в костюле, видел рокеров, но они не пели против Бога. И они пели Путина, Богородица, Накажи. Они поют достаточно религиозные вещи. Даже есть религиозный рок. Этот рок разрешают. Или кантри, любимая в американских церквах, она безумно популярна. И Джонни Кэш дал десятки концертов. Джонни Кэш. И Элвис Пресли пел в церкви. Замечательные песни, гимны. И то, что Пусси Райт, если бы Пусси Райт спела, мне кажется, даже какую-то молитву, может быть, их даже наказали. Не знаю, если они так вышли, будет слишком агрессивно это сделали. Но они пели против президента. Они пели против общества. И делали это нарочито в церкви. И не первый раз. Они это сделали уже и на Красной площади. Их простили тогда. Было административное наказание и штраф. Видимо, терпение Владимира Владимировича кончилось. И Медведева кончилось терпение. И Патриарха кончилось терпение. И они это сделали. Шаг политический, безусловно. Наказание суровое. Толоконникову жалко. Девочку наказали сильно. Могли все-таки помягче. Ну, месяц исправительных работ. Ну, пусть попахало бы и отпустили. Это стоило того. Далее. Ее там всяко унижают. Я вижу, что там над ней издеваются. Страшные ночи. Ну, что днем еще наблюдает. Ночью, возможно, темные какие-то. Возможно, ее бьют там. Страшно. Жалко девчонку. Еще там трое же все сидят. У нее ведь есть ребенок. Политическое. Держит. Специально держит. И, мне кажется, скорее всего освобождение. Она уже получила по полной программе. Ну, куда дальше. Уж так получила. А впереди еще, по-моему, пару лет. В Ходорковске это страшно вообще, что происходит. Книга его, все, я когда читал. Безусловно, при президентстве Владимира Владимировича в Ходорковске не выйдет. А президентство Владимира Владимировича еще долгие-долгие годы. Потому что в Ходорковске теперь, значит, узник. Не знаю, закончил ли он всю свою жизнь в тюрьме. Все может быть. Жалко. Безусловно, жалко человеку. По-моему, мне кажется, он искупил уже все. Другой вопрос. Мы не знаем. Часть тех миллиардов, которые стоят за ним, где они находятся, на каких счетах, он не раскрыл эти карты. И, возможно, он надеется, когда пройдет оправдание, сколько там еще лет, я не помню, много еще сидеть, вдруг произойдет чудо, и все-таки его оправдают, его выпустят, уйдет из страны и воспользуется своими миллиардами, которые где-то лежат, сядут себе на вилле и будут сидеть, доживать себе дни там, писать мемуары. Это, конечно, его мечта. Думаю, осуществится она не скоро. К моему сожалению, потому что мне кажется, уже 8 или 9 лет отсидки. Это страшно. То, что он библиотекарь, там понятно. Но зона есть зона, это страшно. Один раз я был командирован в Липецкие зоны. Я увидел, что я был корреспондентом газеты, журнала «Законность и правопорядок». Меня послали в 88-м году в Липецк. И когда за мной щелкнула четвертая дверь зоны, когда передо мной выстроилась эта очередь зэков, а за мной стоит полковник, а я под сам, а передо мной все кланяются, и мне было даже неудобно, а корреспондент из Москвы приехал в Липецкую зону. И все они на вытяжку вот так вот. Сзади полковник, здесь майор, а я бывший рядовой корреспондент. И на вытяжку вот так вот. Все так строится, все по приказу. Вдоль рядов провели, мурашки по телу. И обратно, когда ты выходишь, за тобой клацк, первая, вторая, третья, четвертая. Ты на свободе. Фух, и выдохни. Я написал большой материал о том, как, в принципе, колония общего режима была. Поэтому я это все увидел. Не дай бог туда попадать. Не дай бог. И я считаю, и кто там еще у нас, значит, Пусси Райт, вот эти узники совести, как их называют, ну, сложное понятие узник совести. Совесть, понятие очень сложное. Ходорковский, кто там из ярких таких представителей, у нас сейчас сидит. А? Да, проехали. Значит, достаточно... А, да, Болотная площадь. Болотная площадь. Там небольшие сроки, насколько я знаю. Ну, честно говоря, за провокацию, за драку давать два-три года тоже тяжело. Там не сладко им приходится. Возможно, какие-то провокации против них там идут. Это полная... Ну, беспредельщина, безусловно, конечно. В этом плане, мне кажется, они уже наказаны. Другой вопрос, выйдя на свободу, они становятся символами движения какого-то, сопротивления. Вот это вот тоже. Там они контролируются, а здесь опять они перестают быть контролированными. И неизвестно, как себя поведут. Станут какими... Какими процессами станут управлять, потому что становятся знаменами. Сложная штука для власти, потому и держат там. Ну, что поделаешь, вот такая жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.